Привет! Сегодня с вами в эфире самый рыжий мультимедийный продюсер современности Оксана Силантьева. И вот на этом утёсе, недалеко от Сивата, в Черногории, я хочу начать своё очередное видеопутешествие пока длиной в 365 дней, то есть в 365 серий. Оно будет международным, мы будем в разных странах, в разных городах встречаться с разными людьми, сталкиваться с разными ситуациями. Но красной нитью всего этого путешествия я хочу сделать мультимедийное мышление. То, как думает мультимедийный автор, то, как мультимедийный сторителлер создаёт свои истории, как вот эти вот мысли, как воспринимается окружающий мир, события, люди, как вот эти мысли превращаются затем в сообщения, как подбираются форматы и как выбирается медиаканал. Абсолютно не важно, работаете вы профессионально, генерите вы контент, генерите вы какие-то свои собственные истории, либо делаете это по заказу. Не важно. Если вам интересно посмотреть на другой способ восприятия мира и другой способ создания контента, то можете подписываться на канал, ставить лайки, что ещё там в обязательном порядке нужно говорить в современных медиа. Этот сериал будет идти в Ютубе, в Инстаграме и в Фейсбуке. Посмотрим, какая площадка будет более отзывчивая, где будет больше комментариев, больше вопросов. Чем больше вопросов вы задаёте, тем интереснее вообще этот сериал получится, потому что я могу либо сама отвечать на вопросы, либо искать тех людей, которые могут вам ответить. Поэтому активно пользуйтесь функцией комментариев и вопросительными знаками. Ну и, собственно, наверное, базовое надо сказать, почему на утёсе и почему на природе, а не в каком-нибудь технологическом месте. Я темой мультимедиа вообще очень давно уже занимаюсь, и мне всегда было любопытно, почему термин мультимедия воспринимается настолько технологично, именно вот как-то вот должно быть видео, должно быть какой-нибудь интерактивчик, должен быть там какой-нибудь, не знаю, аудио ещё добавить с фоточками. И вот тогда это будет история. Люди очень часто, когда говорят о мультимедии, они забывают о самой истории, о самих смыслах, о том, что любой формат, он сам по себе бесполезен, без смыслового наполнения. И, по сути, вот это путешествие я хочу сделать самой для себя эксперимент, самой для себя испытание и такой определённый вызов. Это путешествие в поисках смыслов, в поисках размышлений, идей, вдохновения, человеческих историй, возможно, каких-то нестандартных событий, нестандартных ситуаций, которые лучше всего бы рассказывать, конечно, в мультимедийном формате. Да, конечно, есть люди, которые мастерски владеют словом и могут вам, не показывая картинку, описать солнце, которое бликует сейчас на водной глади. Да, конечно, есть совершенно прекрасные люди, радийщики, которые могут интершумами передать вам и создать некую атмосферу леса, моря и плеска волн. Да, есть люди, которые по отдельности мастерски владеют этими инструментами. Чем мультимедийщик отличается от них? Он умеет выбирать, он может подбирать в зависимости от идеи, в зависимости от мысли, в зависимости от задачи и от своей аудитории, он может подбирать разные форматы. Ведь все эти учебы, научить меня писать текст или научить меня монтировать видео, все тренировки и курсы, которые сконцентрированы на каком-то одном формате, они ограничивают автора, они заставляют человека натягивать ситуацию на инструмент. Ну, то есть, представляете, да, допустим, вот вам сказали написать 400 страниц текста, и картинки мы туда поставить не можем, и ваша книжка будет только черно-белая, и она будет напечатана шестым кеглем. И вот эта форма, она на вас давит всегда. Или, например, вы там телевизионщик, или вы видеоблогер, и вам говорят, должен быть видеоролик только одна минута, и там концентрированная, резкая такая, резкий монтаж, очень короткие кадры, и вы встраиваете историю в эту форму, вы натягиваете историю на эту форму. В мультимедийном мышлении, с одной стороны, к счастью, с другой стороны, к несчастью, в мультимедийном мышлении мы сначала концентрируемся на истории, что мы рассказываем, кому мы рассказываем и зачем, а затем мы подбираем из огромного ассортимента форматов, мы подбираем наиболее адекватные формы, наиболее адекватные упаковки для той или иной истории. Если нам нужно аудио, мы берем аудио, если нам нужно видео, мы снимаем видео, если нам нужно, не знаю, там, что-нибудь тактильно потрогать, мы придумываем, каким образом дать аудитории возможность это потрогать и это ощутить. И вообще, в принципе, это мультимедийное мышление, оно пригодится, на мой взгляд, любому человеку, который генерирует контент. Профессионально ли, непрофессионально ли, если вы выступаете с какими-то презентациями, рассказываете про свой бизнес, про свои проекты, про свои инициативы, вам нужно доносить мысль из своей головы в голову других людей. Если вы, не знаю, если вы учите, если вы преподаватель или учитель в школе, вы тоже, на самом деле, занимаетесь коммуникацией, вы свою мысль из головы доставляете через какие-то форматы медийные, доставляете до своих учеников и студентов. Если вы, не знаю, там, в общественной организации или там в каком-то благотворительном фонде, вы работаете с очень-очень разными людьми, коммуницируете с ними, и вам нужно все то, что вы думаете, то, что вы хотите сказать, то, что вы хотите выразить, вам нужно донести это до аудитории. Поэтому совершенно не обязательно журналистов, не журналистов, вообще не важно. Это все давным-давно вышло за рамки журналистики и за рамки какой-то узкой профессиональной сферы. Сейчас любой человек, который пишет письмо по электронной почте, он уже является создателем контента, и, по идее, ему бы надо научиться, как этот контент грамотно создавать. Вот, собственно, это вот у нас будут такие две параллельных рельсы, по которым мы поедем. С одной стороны, мы будем разговаривать и будем узнавать, как человек думает, да, как человек воспринимает и тренирует вот это умение видеть события, видеть окружающую среду целиком, не деля ее изначально по форматам. И вторая история, это, конечно, то, как в разных отраслях, для разных задач, разные люди применяют вот эти вот мультимедийные техники и что из этого всего получается. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои вопросы, комментарии, делайте ставки, на какой серии я сдуюсь. А я пока посмотрю на это прекрасное море, погреюсь на этом прекрасном солнышке и объявлю международный год мультимедиа прямо с сегодняшнего числа, потому что с самой рыжей все можно.